Мы ездили на великоезде, поехали, он только что был в Мурманской области, это на краю Мурманской области, на границе с Норвегией и Финляндией, это маленький народ, открываем тираж, 5000 рубля, прошло 5000 рубля, Приезжаем в Мурманск, скажем, вот сама народ есть, да, сколько человечества? 3000. А на кого словарей? В словаре 5000, людей 3000, и из них те, кто готовы взять словарь, это же школьники и студенты, значит, 500 человек, на 500 человек, кто, возможно, словарь возьмет в руки, вы выпустили 5000, почему? Ну неудобно же, национальное большинство, что за тираж будет 500 рубля, вот экономика, экономика, которая затратная, 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 вот японский юношка, грузинский юноша, японский выучил, но ему не нужно нигде, а мы словарей выпустили, это проблема, это все законы, они все регулируют, все делают, вот дороги, жилье, ну все, все виды нашей деятельности, все законами урегулировано, но главная беда, что они не исполняются. Это вот еще одна наша проблема, потому что при царе все делал самодержец, его представители и губернаторы, наместники, при советской власти КПСС все делала, она была как орган управления, когда все райком, КПСС решала, потом для проформы в рейс-полком направления, но все решал райком, нарком, обком, цикарь, полетбюро, генсек, вот все. Это вот проблема. И тысячу лет это правовое сознание было ослаблено, или его нет. Как у нас такая дурацкая поговорка, закон, что дышло. Куда повернешь, так и дышло. Закон исполнять надо. А мы не исполняем. Это вот как бы тоже наша черта нашего быта, нашего быта. Почему, скажем, Европа и Америка выигрывают в этом плане? То есть они уже 150 лет перешли понятию правовое государство. Цари меняются, короли, республика, президенты, выборы, партии. Закон жестко стоит для всего общества. Выполняете закон, и это дает пользу. Бизнес. В Америке вы можете через два часа начать бизнес. Вот сдали необходимые минимальные справочки. Вам выдают патент, начинаете бизнес. Он там уже висит, сдает ТУЭК, сдается в аренду. Кому поручили, уже все готово. Начинаете работать. У нас два года. Два часа и два года. Чиновник, бюрокарда. То есть коррупция, она заставляет, она останавливает работу механических. Коррупцию при однопартийном режиме не победить. Сталин, Сталин, жестокий был тиран, много жертв, но коррупцию-то не победил. Очковь террасе-то не победил. Даже во время войны его обманывали командующие фронтами. У меня сто самолетов, Иосиф Иосифович, прислите еще пятьдесят. Проверяют, у них триста самолетов. Каждый командующий хочет выполнить боевую задачу. За это погоды, герои. Он просит больше, дайте больше. А зачем? Он мне мало. На самом деле у него все есть. И он их расстреливал, а они все равно очко террасием занимались. Поэтому репрессиями коррупцию не победит. Ибо каждый думает, а меня пронесет. Такова уже психология человека. Это его поймали, а меня не поймали. Действительно, у нас с вами в год совершается, по-моему, три миллиона преступлений. Раскрывается половина. Как и убийство. Каждый убийца прав по свойствует. Он убил, и вы не нашли. Он украл, и вы не нашли. Если бы все знали, что сто процентов раскрывается каждое преступление, человек бы задумался. Когда он знает, что половина раскрывается, он будет я вот в той половине. Удача меня это пронесет. Поэтому жесткое соблюдение закона. И законы у нас есть, их много. Но коррупция почему не победима была при Сталине и при Царе? Ведь на Западе не дураки живут. 500 миллионов Евросоюза. Что, 500 миллионов дураков, что ли? Никогда не верьте никому. Как они обеспечили минимальную коррупцию? Минимальное нарушение прав человека. Только за счет многопартийной демократии. Чтобы была конкуренция. Обязательно конкурируют различные политические силы. А это министры, депутаты, носители власти. У нас этого нет. До сих пор нет. Представляете? Представения советской власти сейчас. Коррупция самая бешеная. Они что, не боятся? Мы уже доказали, вот как сделать, чтобы были понизленные. Вот в Смоленской области у нас одна губернатор. Наш губернатор. Все. Винь, вы слышали про коррупцию в Смоленской области? Винь, вы слышали про коррупцию в Смоленской области? Винь, вы слышали? Потому что он перед нами отвечает. Мы ему дали такую возможность стать губернатором. А хороша ли он перед ним отвечает? И вот за три дня до ареста он уже в Москву съездил, кому-то дал много, и уже ехал, зная, что все его передазначено. Но терпение лопнуло у кого-то наверху, и его арестовали. То есть, однопартийный режим. И комит целую бригаду 16 человек. И сейчас это Министерство культуры трясут там. Солоку губернаторов сидят в тюрьме, сколько министров подставки и так далее. То есть, нужен механизм борьбы. Если будут хватать людей, может вот арестовать, арестовать, арестовать. На их место придут другие. Бесполезно. Пристали и расстреливали каждый день. По всей стране. Чиновники, генералы, писатели, там, не знаю, рабочие. Кто угодно. Бесполезно. Страна с удовольствием смела этот режим. Похоже. Но смела. 91-й год. Все дождались. Никто не вышел, кроме ЛДП, защищать страну. Никто. Включая коммунистов. Было 18 миллионов. 18 миллионов. Там хотя бы 1%. Это сколько у нас получается? 10%? 2? 200 тысяч. 200 тысяч. 1%. В партии даже 1% не хотел стать. На защиту этой партии. Этой идеологии. Вот там делаешь, что там идеологии нет. Она была, но не хотели ее защищать. Потому что она была шептная. Вот это проблема. Поэтому репрессии никогда не помогут. Вот сейчас педагогические дискуссии. Восстановить смертный указ. Ну дураки все. Чем можно сказать? Но мы навсегда запретили смертную указ. И во всей Европе никогда смертная казнь не будет восстановлена. Нет, что сюда поставать и восстановим. За наркотики смертная казнь. Террористов смертная казнь. Коррупция смертная казнь. Всех расстреляете и все. И вы все говорите. Нет населения, нет коррупции. Нет находитесь. Все. А этот дурак тоже побежал, кто предлагал смертную казнь? Его же тоже. И ему же подбросили на путь. И его в чем-то обвиняют. Запомните раз на всегда. Никогда смертной казни в Европе не будет. Потому что это не приносит пользы. Не приносит пользы. Абсолютно никакого. Наоборот. Усиливает агрессию граждан. Вот и поедем смертную. Эти вот идиоты, которые предлагают смертную казнь за теоризм установить, они не понимают, что. Теракт завершают смертную. Ты дурак, ты окуши, осуждай, не договоришься. Он себя взорвал. Ты его оживишь, скажешь, иди все, мы тебя приговорим в смертную казнь. Он себя приговорил. Малограмотные люди. Они же депутаты. Один такой, спортсмен. Слышал смертная казнь, давай восстановим в смертную казнь. То есть малограмотность людей. Почему очень важно образовательный процесс. Что прият в Думу лет 40-50 не было таких депутатов, которые так будут бороться. Давайте восстановим. Решение вопроса. Давайте вырастеривать каждого второго. Все, уже не бороться. Теперь каждого второго за наркотик, и усилия нету, да? Он что скажет по тому, кто депутат? Он такой, что я буду терять, сиделся. Так где народ? Ты же вористы стрелян. Песень, говоря. Вот Алла, девочка, пошла, террористы. Говорит, расстрелять их? Она же пошла с намерением участвовать в терактах. А она просто под следствием пока находится. Ну, мы тебе дадут год условно, может вообще отпустят. Штраф какой-нибудь. А по этой теории надоело стрелять. Поэтому проблема в грамотности. Постоянно в это убираемся, что у нас очень пассионарный народ. Самоотверженный. Вот парень погиб. Вызвал огонь на себя. Такие же были на Кавказе во время войны с боевиками. То есть для героев у нас вот такая аура создана. Но это особое обстоятельство. Война. Она для единиц временна. А в обычной жизни надо, значит, вот обязательно следовать жестко законам. Начиная с вступления в брак. Возрождается жизнь. Аборты. Вот что делать с оборудованием. Вот, со временем, стоит вопрос. Запретить. Вот Сталин запретил. Эффект был. Мы очень быстро имели взрыв демографический. Запретили разводы и запретили оборудование. И за пять лет резкое увеличение населения. Но это было воспринято положительно населением. Мужчинам нельзя разводиться, женщинам нельзя сделать оборудование. От кого они порождают? Очень часто это были плоды ненависти, а не любви. Нельзя хорошо ее разжить. Но я не буду его воспитывать, как следует. Я не буду его любить. И он меня не будет любить. И потом начинается рост преступности. Этих детей, которые заставили родителей быть в браке. И заставили сохранить. Поэтому это не решение проблем. Это профанация. Это малограмотные люди делают. Что мы предлагаем ЛДПР? Запрещать нельзя. Но уговорить родить и забрать государство можно. Пообещав за это еще время. Направить в санаторий для беременных девушек. Врачи, наблюдения. Она родила. Дайте ей 100, 200, 300 тысяч. Ребенка заберите государством. Все. Она сохраняет здоровье. Потому что аборт хуже, чем роды нормальные. Мы получаем ребенка. Ибо число жертв-абортов 5-7 миллионов в год. А мы вот сейчас с трудом на 30 тысяч увеличиваемся. 30 тысяч. Смешно. 150 миллионов дают прирост 30 тысяч детей. Всего. Плюс. Последний сумер. Семь. И то по стране. В некоторых районах, треская область, до сих пор тенденция больше умирает, чем рождается. Поэтому надо, значит, закон принять соответствующий. Мои инициаторы ЛДПР. От коммуниста поступают женщины. Вы что? Собираетесь покупать детей? Я ей говорю, слушайте. А в канализацию спускать неродившихся? Это что, лучше что ли? Это же странно. Или мы выбрасываем на помогу 7 миллионов неродившихся детей. Или они родятся, а мы женщине этой поможем еще материально. Мы же даем материнский капитал, семейный капитал, например, 500 тысяч, 400 тысяч человек. Ты же, глядь, тех, кого мы уговорим родить. Поэтому у любого, у любой проблемы есть решение. Коррупция. У каждого начальника заместитель от других партий. Резко упадет. Коррупция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова